О том, как работать с дизайнерами, кто они такие, какие могут быть сложности в работе с дизайнерами, как находить с ними общий язык, в общем, такие темы, которые, наверное, больше подойдут новичкам. Но если вы не новичок, когда на слайде будут знакомые вам проблемы, вы кивайте, и я буду понимать, что я не одна в этом поле радости и горести. Для начала давайте я вас спрошу, кто из вас начинающий аналитик. Поднимите руку. Отлично. Доклад для начинающих аналитиков, которых у нас здесь практически нет. Тогда я рассчитываю на то, что опытные аналитики будут кивать, когда будут видеть ситуации, в которых вы находились. Поэтому давайте работать вместе. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, с какими сложностями мы встречаемся, когда общаемся с UX-дизайнерами. Мы поговорим о глобальных и локальных целях, когда мы совпадаем, когда мы не совпадаем, что с этим делать, и нужно ли с этим что-то делать. Мы поговорим, как упростить общение с дизайнерами, что упрощает общение с дизайнерами, что, может быть, наоборот, усложняет. Мы поговорим про дизайн-систему. Я не могу это не упомянуть. В последнее время это такая горящая тема. Мы поговорим о том, может ли дизайн-система нас спасти, может ли она упростить общение с UX-дизайнерами, либо, наоборот, делает все только хуже. Мы поговорим о тестировании на людях, насколько это нужно, не нужно, кому это нужно делать, когда это нужно делать. И мы в конце поговорим о том, о чем же нужно помнить, когда мы общаемся с UX-дизайнерами, что для них важно, что для нас важно, и как это знание поможет нам найти общий язык. Пару слов о себе. Меня зовут Лилия Горбачек. Я уже третья Лилия, которая выступает в этом зале. Поэтому вам будет проще запомнить, как меня зовут. Тоже плюс. Я много кем работала. Я начинала как тестировщик. Я успела поработать и коалидом, и пресейлс-инженером, и проджект-менеджером. Сейчас я работаю как продакт-менеджер. Поэтому, рассказывая о своем опыте, я буду рассказывать с нескольких сторон, как это бывает для разных людей в проекте, для разных ролей. И, пожалуй, надо начать. Иногда бывает так, что в команде мы все разные, у нас разные роли, и мы не всегда находим общий язык. Мы стараемся его находить. И вот в те моменты, когда мы этот общий язык не находим, получается, что мы разрываем нашего кастомера в разные стороны, на части. Именно это та ситуация, которую нужно избегать, безусловно. Мы должны постараться найти общий язык, чтобы нашему кастомеру было хорошо, чтобы мы его не тянули за лапы в разные стороны, а наоборот старались о нем заботиться. Итак, давайте поговорим, как же именно тяжело иногда бывает общаться с UX-дизайнерами. Сложная доменная область. Это вот моя личная боль. Кто еще сталкивался с этим, что в тех проектах, где сложная доменная область, общение с дизайнерами тоже становится очень-очень сложным? Отлично, отлично. Я попросила кивнить, и все подняли руки. Так, идем дальше. Я работаю в контактном центре. Ну, точнее, мой продукт — это контактный центр. И он очень сложный. У него очень много частей, подчастей, запчастей. И это такой своеобразный конструктор, который мы собираем от каждого клиента. Потому что у кого-то одни потребности, у кого-то другие. То есть большущая коробка с какими-то частями, запчастями. И каждый клиент из этой коробки себе выбирает то, что ему нужно. Безусловно, прослеживаются какие-то общие паттерны, но тем не менее. Коробочка очень большая, деталей в ней очень много. И для того, чтобы разбираться, проектировать интерфейсы, нужно понимать, что же за запчасти у нас есть в этой коробочке, что с ними, в принципе, можно делать. И из первого пункта вытекает второй — множество настроек. То есть это множество фичей, множество настроек. И в этом надо как-то разобраться. Это нужно структурировать. И нужно постараться сделать так, чтобы наши кастомеры, наши клиенты, увидев страницу с настройками, не упали в обморок и не убежали от нас, а все-таки продолжили как-то с нами работать и настраивать свой контактный центр. И в итоге получили от него пользу. Третий пункт — это разные компании. У нас есть маленькие компании, у нас есть большие компании. У маленьких компаний зачастую нет технических специалистов. У них есть такие нетехнические специалисты, которые выполняют какие-то функции. У больших компаний есть свои отделы технические, многогранные, свои требования к безопасности. И получается, что для таких очень-очень разных компаний наш продукт должен быть одинаково хорош. Множество сегментов пользователей. То есть контактный центр — это то, как мы его настраиваем. Это те люди, которые отвечают на звонки. Это те люди, которых в принципе не интересует кухня контактных центров. Их интересуют репорты и метрики, как хорошо компания обслуживает своих клиентов. То есть несколько сегментов пользователей, и каждый из этих сегментов должен найти что-то свое для себя, работать, получать какие-то данные, в частности, репорты. И этот последний пункт — это сложный отчет и визуализация данных. Отчеты сложные, много взаимосвязей. И все эти взаимосвязи нужно понимать, нужно правильно выбирать способ визуализации этих данных, чтобы то, что мы стараемся показать визуально, действительно помогало воспринимать эту информацию, а наоборот не мешало ни в коем случае. Итак, вот мы перечислили все те сложности, которые могут возникать. Безусловно, список неполный. Этот список можно долго продолжать. Но как же обычно бывает? У каждого в проекте, в команде, в продукте есть свои локальные цели. У меня, как у продакт-менеджера, я адвокат бизнеса. Я хочу выпустить успешный продукт, который выполняет определенные функции, который продается, от которого довольны клиенты. Но, как вы видите, всех осчастливить не является моей первоочередной целью. У UX-дизайнеров, наоборот, осчастливить пользователей — это то, к чему они стремятся. Я за это наших UX-дизайнеров очень люблю. Но, опять же, налицо некоторая разница в локальных целях. И есть аналитик. При этом, когда я говорю аналитик, именно в нашей компании project-менеджер — это такой собирательный образ project-менеджера и аналитика. Поэтому далее в презентации я буду говорить аналитик, но на самом деле я буду подозревать и подразумевать project-менеджера с функциями аналитика. И получается, что у нас есть здесь, на самом деле, ролей, безусловно, больше, но вот три роли. У каждой роли свои локальные цели. Истина где-то, как всегда, посередине. И, с одной стороны, очень плохо, что локальные цели не совпадают, казалось бы. Но, с другой стороны, это очень хорошо, потому что, работая вместе, мы находим баланс, да, и таким образом проект и продукт не тянет в одну какую-то сторону, да. Это очень хорошо, это какое-то такое равновесие, в результате чего пользу получает наш клиент. Но, имея разные локальные цели, хорошо бы, чтобы у нас была одна глобальная цель. Потому что, если глобальные цели у нас разные, это означает, что нам вообще не по пути. И тут уже начинаются большие проблемы. Если мы не можем прийти к одной глобальной цели, то нужно, наверное, остановиться и еще раз подумать, зачем мы все это затеяли. Здесь есть пример одной глобальной цели, которая была в нашем контактном центре. Так как продукт у нас сделан не вчера, и бывает так, что, когда продукты уже много-много лет, вы туда добавляете фичи, добавляете, здесь подделали, там подделали. И в какой-то момент вы понимаете, что, помимо того, что это уже выглядит не так актуально, да, это выглядит странновато. Потому что все фичи, которые нарастали с годами, они не всегда органично добавлялись в продукт. И в какой-то момент мы хотим остановиться, еще раз пересмотреть этот продукт или фичу и ответить себе на вопрос, как все эти части друг с другом взаимодействуют, да, почему они стали такие разрозненные. Понятно почему, потому что мы их в течение долгого времени добавляли. И глобальная цель в таком случае это структурировать, упростить интерфейс, сделать его привлекательным, сделать его простым. И сделать так, чтобы пользователи компании не пользовались нашими услугами для настройки, а могли делать это самостоятельно, да. То есть мы хотим упростить, мы хотим уменьшить наши затраты на анбординг, на настройку и научить наших клиентов делать самостоятельно эту настройку. И получается, что глобальная цель у нас одна, а локальные цели по-прежнему разные. Мы с project manager-analytic говорим так, нам надо сделать привлекательный интерфейс, чтобы мы могли это продавать, маркетировать, да, потому что в маркетинговых материалах, если мы добавим скриншотик приложений с 90-х, это будет не очень привлекательно. Все посмотрят и скажут, может быть, с 90-х у них не только интерфейсы не менялись, может быть, у них и внутренности с 90-х не менялись. Поэтому, кто бы что ни говорил, привлекательный интерфейс сейчас это важно не только для B2C-приложений, но и для B2B. Упростить, структурировать и перерабатывать частями, да. Все мы боимся бесконечных проектов, которые разрастаются и остаются с нами надолго. Такого, конечно, не хочется, да. Хочется какие-то перерабатывать маленькие части, выпускать их, получать фидбэк, приступать к следующей части. Что же говорят нам дизайнеры? Они говорят, слушайте, давайте подойдем к этому системно. Что значит системно? Мы возьмем все, разработаем структуру, подойдем масштабно и все переделаем. И тут заметно, как у меня начинает дергаться глаз, у аналитика волосы встают дыбом, и мы понимаем, что нет, вот так мы точно не хотим. И в этот момент, когда наши локальные цели не совпадают, мы что начинаем делать? Мы начинаем договариваться. Итак, как же договариваться, да, найти какие-то точки соприкосновения? Как мы можем сделать, с одной стороны, чтобы запланировать все масштабно, как хочет UX-дизайнер, с другой стороны, не допустить проект на ближайшие пять пятилеток? То, что работает у нас. Мы делаем какие-то очень и очень верхнеуровневые, здесь даже жирненьким выделено специально, очень верхнеуровневые скетчи, которые нам помогают посмотреть и помогают определить, как стратегически мы подходим к этой перестройке интерфейса, да, чтобы какие-то верхнеуровневые части нам стали понятны, не только нам, но и впоследствии остальным участникам команды. Но, с другой стороны, после того, как мы получили какой-то вот этот high-level представления, мы начинаем фокусироваться на маленьких частях, едим слона по кусочкам, маленький кусочек за раз. Мы что-то берем, мы прорабатываем очень глубоко, переделываем и выпускаем. И, опять же, после того, как мы что-то выпускаем, мы получаем фидбэк от наших клиентов, понимаем, насколько наша идея, наш путь перестройки интерфейсов работает или не работает. И вот на этом третьем шаге очень важно вернуться и посмотреть на нашу глобальную цель, потому что вы сами прекрасно, наверное, видели проекты, которые мы начинаем, начинаем что-то делать. А в процессе проект меняется настолько, что его практически уже не узнать, если сравнить с начальными требованиями. И чтобы не получилось так, что наша глобальная цель уже не актуальна, мы должны каждый раз возвращаться и убеждаться, что то, что мы делаем, все еще актуально. Но, опять же, несмотря на то, что у нас возникают разногласия, несмотря на то, что у нас разные локальные цели, работать без дизайнеров все-таки никак. Я могу сказать это по собственному опыту. Я работала на проектах, в компаниях, где не было UX-дизайнеров вообще. И дизайн осуществлялся по принципу, как девелопер, либо пробегающий мимо человек нарисовал, так оно и есть. Как вы можете себе представить, за такие интерфейсы премии не дают. Более того, такие интерфейсы не все могут пережить. Для этого нужна достаточно сильная нервная система. И в те времена, когда мы работали без дизайнеров, я категорически возвращаться не хочу. Поэтому, несмотря на то, что с дизайнерами мы находим общий язык, стараемся, не всегда все получается, все-таки без них наша жизнь невозможна. Итак, как можно упростить общение с дизайнерами? Что можно сделать? Я здесь перечислила несколько моментов, но это, безусловно, не полный список. Полный список ограничивается только вашей фантазией, вашим опытом и теми дизайнерами, которые с вами работают. Вовлечение в предметную область. Мы немножечко об этом говорили в самом начале. Общение с клиентами, с саппортом, с элзайами, анбордингом. Почему это не всегда просто, я тоже сейчас подробнее расскажу. Унификация интерфейсов. Дизайн-система. Горячая тема, вернемся. Фокус на нуждах пользователей, а не на компонентах. Я приведу пример, когда мы переходим, когда этот фокус смещается. Кажется, нет, все нормально. Про тестирование интерфейсов на людях поговорим. И про эмпатию. Это последний пункт, но на самом деле самый недооцененный и зачастую самый важный. Итак, вовлечение в предметную область. Почему, казалось бы, дизайнеры — это те люди, которые должны общаться с пользователями, быть с ними, дышать одним воздухом и делать все-все-все для того, чтобы их понять. Но на самом деле это не всегда просто. Например, в той компании, в которой работаю я, это международная компания. Есть разница во времени. Есть некоторая сложность для того, чтобы состыковаться с клиентами. Есть языковой барьер у некоторых ребят. Поэтому не всегда действительно дизайнеры находятся в прямом непосредственном контакте с нашими клиентами. Но, тем не менее, дизайнерам нужно помогать, вовлекаться в предметную область. И аналитики, и project managers, они как раз могут помочь это сделать, потому что они варятся во всем этом. И аналитик без знания в предметной области не может работать на проекте. Поэтому самое лучшее, что может сделать аналитик, project manager, product manager, это помочь дизайнеру влиться в предметную область. Общение. То, о чем я уже успела упомянуть. Общение не только с клиентами, но и с другими внутренними командами. Потому что клиенты про себя могут рассказывать одно, но это будет неполная картина. Если вы пойдете, например, к sales'ам, они расскажут вам про клиентов, про нужды клиентов совершенно с другой стороны и иногда очень с неожиданной. Точно так же про саппорт, анбординг. Они расскажут вам то, о чем вы, возможно, даже и не задумывались. И, опять же, лучше пообщаться с людьми, потому что люди сопереживают людям. Мы все люди, мы все склонны сопереживать тем, кого мы знаем, с кем мы общались. И никто не сопереживает карточкам в CRM-системе и так далее. Унификация интерфейсов. Безусловно, с дизайнерами становится общаться проще, когда есть какие-то общие шаблоны, подходы, какие-то унифицированные интерфейсы. Когда ты можешь сказать, вот сейчас мы будем делать эту фичу, и с пользователями мы здесь работаем так же, как мы работали вот в том проекте, ты помнишь? И дизайнер, проводя эту аналогию, может быстрее влиться в проект. Это очень здорово. К дизайн-системе. Здесь я позаимствовала картиночку, здесь есть бар-код. Это ссылочка на статью про дизайн-систему. Но мне статья очень понравилась, и я позаимствовала картиночку. Дизайн-система — это чуть больше, чем унифицированные интерфейсы. Это то, как мы общаемся с пользователем, какой язык мы используем, формальный, неформальный. Потому что если, например, мы делаем какой-то юридический софт, что при этом сказали «Упс, что-то не получилось, вашему клиенту ушли секретные документы от другого клиента», наверное, будет не очень. Поэтому дизайн-система — это как раз то, что помогает нам договориться о том, как мы общаемся с пользователями, что мы транслируем, как мы это делаем. И после того, как мы обо всем договорились, какие компоненты мы используем, как мы собираем наш интерфейс. Но спасет ли нас дизайн-система? Если это так здорово, если вот эта унификация, она такая классная, а может ли она нам действительно найти общий язык с дизайнерами и облегчит ли понимание, возможно, наших целей? И да, и нет, потому что, как и у любого другой тулы, у дизайн-системы есть свои плюсы и минусы. Плюсы — это мы понимаем, с чего мы начинаем, какие цвета используем, какой тон речи используем. Как конструктор лего мы можем брать компоненты и собирать из него интерфейс. Девелоперы очень довольны, они используют аттестированные компоненты и понимают, чего ожидать. Сокращается время разработки. Это вообще классный вариант для старта нового продукта. Замечательно. Какие же могут быть минусы? Минусы — то, что если у нас появляются новые сценарии, и нам нужно расширять существующие компоненты, существующие сценарии, это может быть достаточно проблематичным. Мы начинаем подгонять сценарии под существующие компоненты, под существующие шаблоны. И зачастую в погоне за этой унификацией мы теряем какой-то клиентский опыт. Где-то мы урезаем, опыт становится хуже. И получается, что в этот момент фокус смещается от нужд клиента к компонентам, к унифицированным компонентам. Это очень опасный момент. Его нужно отлавливать. Если вы заметили, что вы все время говорите про компоненты, а не про пользователей, это красный флаг. И, возможно, вам нужно все-таки вспомнить, зачем же мы все это делаем, зачем нам это нужно. И дизайн-система сама по себе, она не обеспечит кладный интерфейс. Если вам кто-то скажет, что это не так, посмотрите на него внимательно еще раз. То есть дизайн-система — это как инструмент, но, опять же, инструмент не обеспечит классный результат. Он может вам только помочь. Но для того, чтобы он вам помог, вы должны уметь им пользоваться. И если все так хорошо, почему же бывает так плохо? Бывает плохо для больших и старых систем, когда у тебя много разных продуктов, разных частей. Они были написаны в течение долгого периода времени на разных технологиях. И это такая история прослеживается, когда у вас в очень многом тысячи страниц, несколько продуктов. Все это взять и обновить нереально. Никто не остановит развитие продукта на несколько лет для того, чтобы все это структурировать. И, опять же, когда у вас такое большое разнообразие, даже заменить везде один компонент, взять таблицу, это невозможно, потому что здесь у нас простенькая таблица, а здесь у нас такая таблица, которая выглядит простенько, а под капотом там еще и ядерная установка. Поэтому, заменив всего один компонент, можно сломать неограниченное количество функционала. Непридуманная история. Тот же самый пример с пересборкой сервиса. Цель — переработать, сделать понятным. Проблемы. У нас нет таких компонентов в библиотеке. Расширить текущие уже не получается, просто уже не лезет. Может быть, мы исключим этот сценарий. Но ведь у нас есть еще и существующие клиенты. Я в этот момент говорю дизайнерам. Представляете, приходите вы в свою почту, а там нет писем, потому что дизайнеры решили, что слишком много у вас ярлыков, половиночку убрали, и вот у вас уже нет писем. Вы будете счастливы от этого? После этого ее экс-дизайнеры задумываются, говорят, ну ладно, хорошо, убедила, урезать не получится. Но, говорит, посмотри, вот слишком много полей, может быть, все-таки что-то уберем? Хотя бы десяточку. И то есть мы опять идем по кругу, когда мы говорим, даже 10 убрать нельзя, надо что-то с этим делать. Тестирование на людях. Вы проделывали огромный путь, находили друг с другом общий язык, вы что-то сделали, даже, возможно, расширили существующие компоненты. Нужно ли тестировать на людях? Вы все знаете про пользователей, UX-дизайнер уже тоже знает все про пользователей, потому что вы ему рассказали. Может быть, уже пойдем наконец-то делать, хватит проектировать. Но на самом деле все-таки тестировать нужно, даже если вы используете самые последние исследования о том, какие интерфейсы работают, какие нет. Даже если вы знаете своих пользователей, пользователи умеют удивлять. И год за годом это тестирование на людях приносит один и тот же результат. Они удивляют, стабильно удивляют. И опять же, не все в мире айтишники, кто-то совершенно далек от этой сферы, и поэтому мировоззрение того, кто крутится в технической среде, от того, кто к этой среде не имеет никакого отношения, и они бывают очень и очень такие. Непридуманная история. У нас было два варианта. Как нам объекты группировать? Есть папочки, к которым мы все привыкли, есть теги, модно-молодежно. Дизайнеры говорят, конечно, теги. Мы можем и искать, и сложно искать. И тут, значит, теги — это последний писк. Все их делают, папочки — это уже устарело. Мы приходим к нашим пользователям. Наши пользователи чуть старше, сильно старше, и они говорят, слушайте, мы за эти 20 лет еле к папочкам привыкли, а вы нам приносите какие-то теги. Может быть, уже хватит нас дергать? Мы вот только-только привыкли. И получается, что да, даже если вы хотите использовать что-то очень новое, и оно очень классное, и оно действительно принесет больше возможностей, нужно помнить о том, что новые возможности приносят дополнительное обучение, и не все к этому обучению готовы. Особенно, когда вы планируете переделывать какие-то большие части. Разные сегменты пользователей. У нас есть маленькие компании, где нетехнические люди, у нас есть большие компании. И вот это классическая проблема. Кому-то нужно две настройки, а кому-то 122. Что делать? Дизайнер говорит, да вы что? Так дело не пойдет. Два продукта, вот что нам нужно. Один, значит, для тех, кто поменьше, другой для тех, кто побольше. В этот момент у меня опять начинается дергаться глаз, потому что я понимаю, что два продукта – это вообще не то, что я хочу. Это слишком дорого поддерживать. Это страшная головная боль. Переносить изменения из одной части в другую. Все это, в общем, ни к чему хорошему не ведет, кроме нервного срыва. И в итоге компромисс, как всегда. Визарды для нетехнических пользователей. Сейчас есть, кстати, много третьих сторонних тулов, которые помогают провести неподготовленных людей через ваш интерфейс, что-то подсказать, спросить, если ты хочешь, не знаю, розовые облака, жми сюда, если ты хочешь голубые облака, жми вот сюда, если ты вообще облака не любишь, иди дальше. Отличный компромисс. Английский язык. Казалось бы, да, причем здесь нахождение взаимопонимания с UX-дизайнерами английский язык вроде бы не связано, но нет. Недавно для меня стало таким открытием, я была к этому не готова. Мы общались с дизайнером, который покидал нашу компанию, я спрашивала про фидбэк, и неожиданно выяснилось, что одной из причин ухода является английский язык, потому что UX-дизайнер не всегда был, не всегда понимал, что происходит на каких-то обсуждениях, не мог участвовать, расстраивался очень сильно. Когда я просила, например, что-то уточнить у клиентов или пойти со мной к клиентам, он расстраивался и молчал. Поэтому учите английский язык. Вот это как раз то, что никогда не бывает лишним. Это вот та часть, которая вам всегда пригодится. Вы сможете разговаривать не только с вашими интернациональными клиентами, но и интернациональными коллегами, если вы работаете в международных компаниях. И опять же, это знание из первых уст на конференциях, статьях и так далее. И эмпатия. Как я уже говорила, несмотря на то, что мы все такие логичные, мы все любим структурировать, не нужно забывать о том, что люди — это люди. У нас у всех есть эмоции. И иногда сказать UX-дизайнеру, я понимаю, как ты расстроен, я понимаю, что ты чувствуешь. Может повернуть беседу в совершенно другое русло и может разрешить тот конфликт, который вы не могли разрешить в течение нескольких недель. Поэтому, да, не нужно забывать, что мы все люди, не нужно все привязывать к логике. Я знаю, в нашей айтишной среде достаточно много людей, которые логично рассуждают и очень расстраиваются, когда у человека много эмоций, и они не знают, что с этим делать. В общем, эмоции — это не всегда плохо. Не забывайте о них. Итак, подведем итоги. Как же нам построить общение с дизайнером, о чем же нам не забыть? Держать фокус на главной цели и убедиться, что у нас одна глобальная цель. Держать фокус на аудитории, то, для кого мы это делаем, зачем мы это делаем, не на компонентах, которые мы используем. Держать фокус на основных сценариях, не давать фокусу убежать в какие-то корнер-кейсы. Спрашивать, чего пользователь должен достигнуть на этой странице. Потому что, когда мы слишком долго в чем-то варимся, наше сознание затуманивается, и вернуться в самое начало и спросить, что же пользователь действительно должен сделать, чего он должен достигнуть, помогает немножечко освежиться, войти в тонус и вернуться на трек. Приобретать знания в доменной области, даже если это сложно, даже если у вас есть языковой барьер, даже если вы стесняетесь. Я тоже очень стесняюсь приходить к незнакомым людям и бомбардировать их своими вопросами, но это преодолимо. Общаться с пользователями, общаться с внутренними командами, которые дадут вам более, так сказать, общую картину происходящего, и не забывать про эмпатию. На этом все. Спасибо большое. Я очень рада, что вы сегодня пришли, и давайте отвечать на вопросы. Так, у нас с вами 5 минут, так что давайте активней. Лилия, спасибо большое за ваш доклад. Было интересно. Меня зовут Молодежь Дмитрий, продакт-менеджер ИПАМ. У меня весьма дискуссионный вопрос, так как существуют разные мнения по этому поводу, почти как про яйцо и курицу. Но тем не менее, хотелось бы узнать, как у вас в компании это работает, и какой подход, на ваш взгляд, правильный. Собственный вопрос. Что должно быть раньше, первичнее? Инпут от UXеров, которые впоследствии обрабатывают аналитики и пишут требования, или же все-таки требования, создаваемые аналитиками, на основе которых потом рисуются варфреймы и финальные дизайны? Кажется, у нас больше не будет вопросов, потому что этот слишком большой. Если вкратце, то я предпочитаю действовать так. У меня есть какая-то идея, я ее уже каким-то образом проверила и убедилась, что это не ерунда какая-то, а то, чем стоит заниматься. И я прихожу к Project Manager, он же аналитик, к UX-дизайнеру и рассказываю им обоим, что мы будем делать, что это за идея такая. И после этого у UX-дизайнера есть время обдумать, чего же я хочу от них. У Project Manager есть время подумать над high-level требованиями. И через какое-то время мы опять встречаемся. У Project Manager есть high-level требования, ни в коем случае не детализированные, потому что все может измениться еще много-много раз. И начинаем обсуждение. То есть какие-то верхнеуровневые, вообще не прорисованные скетчи, верхнеуровневые требования. Мы брейнштормим. И предполагается, что вот это первая встреча, то есть это такой старт. Никто не настраивается на то, что требования high-level останутся без изменений или верхнеуровневые скетчи останутся без изменений. То есть это такой черновик, с которого мы начинаем. Поэтому, наверное, в моем случае не курица и не яйцо, а я не знаю, что-то такое среднее. Здорово, когда это возможно. Спасибо. Лилия, большое спасибо за доклад. Хотел бы, наверное, добавить немножко в начале. То есть в моей практике очень сильно помогает методика. Ну, когда возникает конфликт, люди чаще всего занимаются внесением предложений, не озвучивая свои цели прямо. То есть мы как бы слышим, и их решение противоречит друг другу. Одна из практик — это именно попросить людей озвучить свои цели, которые привели к таким решениям. Ну, это помогает быстрее понять и найти вот эти как раз точки соприкосновения. И вопрос, который я хотел задать дополнительно, это как вы относитесь к ситуации, когда аналитик и UX-дизайнер — это одно и то же лицо, один и тот же человек? Спасибо за дополнение. Кстати, очень классная идея. Я ее полностью поддерживаю. Честно говоря, я ни разу не встречала, чтобы UX-дизайнер и аналитик — это вот все в одном лице. Я здесь. Это был вопрос с подвохом. Мне остается только удивляться и поаплодировать, потому что я, честно говоря, думала, что это невозможно. Ну, что-то типа такого, да. И аналитик вырастает в UX-дизайнера, и он полноценно может и то, и другое выполнять. Это на самом деле часто встречается, ну, по крайней мере, у нас в компании. Ну, вы знаете, я бы, наверное, разделила ситуацию, когда у тебя что-то горит, и ты, так сказать, пытаешься закрыть то место, которое горит. Да, если у вас нет сейчас UX-дизайнера, и ты что-то делаешь сам, это не делает тебя UX-дизайнером, да. Поэтому я бы все-таки сказала, что все равно ты остаешься аналитиком, даже если ты в этот момент рисуешь скетчи. Но, да, это интересная практика. Не уходите далеко, я вас спрошу. Спасибо. Лили, спасибо за доклад, было очень интересно. Меня зовут Геннадий. У меня вопрос по дизайн-системе и по тонкостям взаимодействия именно с разработкой. То есть в докладе был акцент на владельца продукта, на UX-дизайнеров, на аналитиков и проект-менеджеров, ну, точнее, на продукт-менеджеров, поправлюсь. Не было кругляшка с разработчиками, которые скажут, не, мы не хотим делать один и тот же контроль 50 раз. Суть вопроса, в чем, как вы организовали связь техника и дизайна по части дизайна системы? То есть дизайнер рисует макеты, ну, допустим, в фигме, а разработчик пишет код, ну, допустим, в гите. Как у вас происходит компоновка того, что отрисовал дизайнер в фигме, и того, что происходит в гите? В дизайне системе вы по умолчанию договариваетесь о том, какие у вас компоненты есть в вашей палитре. И, безусловно, это нельзя сделать без разработчиков. Просто дизайн-система – это такая большая тема, я в нее не углублялась. Но основная идея в том, что создавая эту дизайн-систему, вы, безусловно, работаете с разработчиками, чтобы они понимали, что дизайнеры делают, чтобы они понимали, как они будут брать эти компоненты и использовать, и что все сойдется в итоге. Поэтому они не разрабатывают один и тот же компонент 50 раз, они берут вот этот стандартный компонент и используют в данном интерфейсе. Как у них настроено… У нас тоже, кстати, в фигме работают дизайнеры. Как эта магия перетекает к разработчикам, я, честно говоря, не могу вам сказать в подробности. Но у нас есть UI-девелоперы, которые занимают такую серединную позицию между UX-дизайнерами и девелоперами и помогают, чтобы вся эта система работала как часы. Это был мой второй вопрос. Есть ли у вас ответственные за компоненты со стороны дизайна, со стороны аналитики, со стороны разработки? То есть та команда, без которой новый компонент не появляется? Я бы сказала, что это не команда, это просто командная работа. То есть когда они разрабатывают эти компоненты, они собираются вместе, UX-дизайнеры, UI-дизайнеры, девелоперы и backend-девелоперы тоже, чтобы у каждого участника процесса была возможность внести свою лепту, что-то обсудить, спросить и так далее. То есть это командная работа. Но это же много команд может быть над одними компонентами, или у вас не так? Нет, много, но не обязательно всем сразу туда приходить. Это можно каким-то образом кому-то делегировать. У всех есть доступ, все могут прийти, посмотреть, что происходит нового. Поэтому нет, мы не собираемся, 500 человек вместе не собираются, чтобы обсудить новый чекбокс. Спасибо. Так, ребята, у нас время подошло к концу. У вас есть замечательная возможность поговорить с Лилей во время кофе-брейка, который будет сейчас. А сейчас к приятному. Самый лучший вопрос. Да, у меня есть футболочка, которая достанется, как вы, наверное, уже догадались, тому человеку, который сегодня меня больше всех удивил, про существование, которого я не верила. Поэтому извините, ребята, футболка уходит к открытию дня. Спасибо. Спасибо.